привет друзья вы на канале рыба кейт и сейчас я буду рисовать домик ну не домика буду рисовать строение японская пагода называется и нарисуем его вместе на востоке такие дома строят я не думаю что в них живут но это может быть похож на храм наверное это храм больше и начнем пагода будет здесь вот так стать отсюда до сюда и бага она такая имеет будет 11 2 3 4 этаж начнем с самого начала здесь поставим точечку чтобы она сюда у нас влезла и внизу тоже поставим точечку чтобы она сюда влезла а теперь будем рисовать крыши нашей пагоде одну крышу рисуем вот так примерно чтобы отсюда и до сюда был такой треугольничек ровненький вторую крышу рисуем вот тут вот тут пошире уже пошире немножко пошире раз и два и тоже так закруглить третья крыша будет вот отсюда можно сразу точки поставить вот до сюда четвертая будет совсем широкая вот так идет крыша третья и я хочу четвертую тоже сюда поместить если даже она сюда не влезает ну так 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 давайте трехэтажную пагоду получается три этажа у меня получились классный здесь начинаем крышу делать вот так и сюда заводит так заведено что в китае все и в японии все углы на востоке они вот так вот идут вверх они не тыкаются в землю а уходят вверх вот так вот им так нравится так народ устроил так себе строит дома и крыши придумал так строить примерно здесь посередине отсюда и досюда сделаем еще одну крышу и вот так идет а здесь будут окошки да привет всем кто приходит я сегодня рисует всякие домики и всякие такие штуки так что участвуйте со мной эфир идет в инстаграм может у меня что-то написать я обязательно прочту это в эфире третью крышу нарисовали и вот так получается так здесь прям просится четвертая крыша как хотите но я ее буду делать и нужно ее так рассчитать чтобы она у нас была здесь вот так пошире становятся до окошки наши и теперь следующая крыша давайте тогда уже будем здесь мы строили от крыш а здесь будем наоборот стоит сюда раз пошире до идет сюда теперь идем сюда и сюда а здесь она даже у нас не влезла и конечно же последний этаж первый вернее под первый но он и последний да вот так идет и здесь он будет так имеет конец начало и конец я думаю сначала сюда и сюда конец да здесь нарисуем красивый шпиль такой шпиль красивый и все отлично да это конкурс нет мы просто рисуем сегодня без конкурса обычно конкурс проходит у нас утром я задаю задание но сегодня у меня нету прям много времени вечером вероятно я буду занят и у меня не хватило времени сделать конкурс но у меня хватит времени сделать несколько рисунков днем у меня есть время и я порисую и потом я обкатываю новую технологию когда я сразу буду записывать сразу же выкладывать это в youtube чтобы все записи мои сохранялись этот способ как раз сегодня я обкатываю и благодаря этому я решил сделать этот эфир продолжаем пока я с вами болтал я нарисовал полосочки на своих крышах на каждой крыше я нарисовал полосочки здесь 4 здесь уже побольше здесь 6 здесь тоже 6 и здесь примерно 6 получается все больше 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 и больше вот такая у нас получилась пагода окошки окошки в японии в китае делают все-таки квадратные и простые и мы сделаем тоже все очень простое и все очень стильно и такие вертикальные горизонтальные полосы и даже я знаю что япония делают дома из бумаги я этого сам не видел только в кино но это довольно забавно представляете у нас дом из бумаги это было бы по меньшей мере смешно нарисовали по году она сама висеть в воздухе не может и мы нарисуем землю но у меня такая скалистая местность здесь конечно же и дверь вот у меня ручечка да так человек заходят да здесь у нас будет ступеньки ступеньки у нас будут в горах они прорезаны и потому их нет вот акты как так так нету мы просто делаем ступеньки они просто в горах вырезаны и прям в горах это горы такой горный массив такая горная пагода это здание называется пагода нарисовали теперь сзади на фоне пагода я хочу нарисовать горы какие-то большие но не очень большие чтобы они влезли вот такие горы вот так они будут идти и вот так вот они идут здесь у них снежные сопки и все очень красиво очень по японски да вот так мы это нарисовали и какой-то пейзаж совсем размытый еле еле виден мы это все рисуем черным маркером или карандашом тем чем вы рисуете я думаю у вас все это получится сделать отлично теперь раскрасим раскрашиваю я обычно масляной пастелью и сегодня не исключение мне кажется рисунок такой что вполне возможно его раскрасить масляной пастелью ты будешь сейчас раскрашивать этот же рисунок карандашом то ты устанешь и это тяжелая работа если ты акварелю будешь раскрашивать и не взял специальную бумагу то бумага расклеится тоже и нужно акварелью стараться гуашью тоже красивый рисунок получится но мне больше всего нравится когда масляной пастелью сегодня масляная пастель Раскрашиваем. Я начал сбор. После этого перейду немножко на скалу, на которой стоит пагода. И добавлю розового в окошке пагоды. И, конечно же, все розовое будет. Все розовое-розовое небо. Все небо у меня розовое. Я положил плашмя, мелок и крашу. Очень легко это повторить. Ничего сложного нет. Просто не сильно надавливай. И у тебя получается розоватое небо без проблем. Совершенно нет проблем. Здесь можно нарисовать такое вот большое солнце или луну. Я не знаю. Я думаю, что... Так вот я выделю, что здесь есть какой-то круг сзади пагоды. Вот так его видно. И пагода зашла. Он зашел за пагоду. И немножко посильнее надавим. Розовое везде размажем. Розовое смотрится здорово. И очень по-весеннему, мне кажется. Везде немножко розового. Начали с розового. Хорошая тональность. Теперь добавим желтого. Желтый мне нравится. Потому что он яркий цвет. И здесь он как раз подойдет. Кое-где я его добавлю сразу. Немножко... Я не знаю, не решил, луна ли это или солнце. Даже правда не решил. Наверное, все-таки луна. Потому что если бы солнце было бы, то был бы очень яркий рисунок. А я хочу сделать такие нежные тона. Пастельные. А рисую я замечу пастелью. Добавляем желтым. Везде немножко желтого добавим. Мне кажется, это хороший цвет. Для того, чтобы везде его добавить. И картина станет немного ярче. Сделали? Так, пишите. Пишите. Да, сейчас у нас все в гостях. В гостях. Меня зовут Ваня. Я, может, не представился. И теперь я добавляю голубой цвет. Нежно-голубой цвет. Добавляем нежно-голубой цвет во все места, которые я хочу сделать тенью. Вот здесь. А тень почему? Тень. Как ты думаешь? Потому что солнце или луна светят с той стороны. И здесь есть тень. Все, что вот... Вся пагода со стороны. Мы смотрим со стороны тени. И нам кажется, что вся пагода, она темная и холодная. Мы добавили заранее в нее желтого, тепленького. Она уже супер холодная не будет. Будет очень-очень красивый рисунок. Так, добавляем. Если ты заметишь, что здесь не делаем мы желтого, но где-то мы проводим голубым. Голубой смешивается с желтым. И получается зеленый. Это все получается вот прямо у нас на глазах. И с помощью масляной пастели. Это хороший повод оценить эту пастель как хорошую. Которая смешивается на бумаге. Не все пастели смешиваются на бумаге. И они бывают старые, бывают сухие. Бывает плохо смешение. Это же хорошо смешивается. И когда мы добавляем, к примеру, розовый, голубой, получается сиреневый. Тоже красивый цвет. Немножечко облаков я сделал. Дымка. Мои горы в дымке. И теперь я хочу добавить фиолетовый. Классный цвет. И сиреневый. А, нет, не сиреневый, а вот такой бирюзовый. Я хочу два этих цвета добавить. Мне кажется, тоже получится хорошо. Немножечко углубим. Углубим каждую крышу. Совсем немножко. И у нас получится такая вот пагода. Получается, 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 получается. И немножко везде добавим. Окончание будет рисунок. И, конечно, фиолетовый цвет. Мы добавим самые темные моменты. Все это мы сделаем фиолетовым. Достаем фиолетовый и добавляем. Начинаем. Я почитал, что мне пишут. Пока ничего интересного не написали. Так что ждем, что интересного появится. Обязательно прочту в прямом эфире. Записи, напоминаю, теперь будут появляться и на Ютубе. Потому что я вроде бы как еще один раз научился это делать. Довольно сложно писать сразу и на Ютуб, делать рисунки и в Инстаграм. Потому что есть разность форматов. И вот я сейчас рисую на вертикальном рисунке. А мне нужно все это показывать в Ютубе на горизонтальном. И немножко трудновато. Но, тем не менее, я с этим, я думаю, справлюсь. И это будет интересно смотреть. Везде, везде я добавляю немного фиолетового. Не добавляя его прям пятнами. А добавляя его немножечко тональностью. Везде немножечко тональностью. Вот ступеньки немножко добавь. Немножко. Здесь нарисуем небольшие, маленьких птичек, которые летают где-то далеко. И все. Вот у нас получился такой домик. Кстати, этот рисунок, я думаю, можно отнестись к марафону. Марафон домики, который мы проводим с моими коллегами. Можно зайти в Инстаграм и увидеть про него побольше. Поучаствовать. Потому что много-много работ люди присылают. И мне интересно самому поучаствовать. Я думаю, этот может быть не домик. Я рисовал сегодня совершенно не домик. А, наверное, храм больше. Но он японский. Интересная архитектура. Если ты хотел когда-то нарисовать, то я думаю, как раз повод нарисовать именно сегодня. И мы использовали необычную технику. Мы размазывали пастель. Все это добавляли. Разные цвета на бумаге смешивали. И сама работа, она не сложная. Я думаю, у тебя она получится. Если ты посмотрел, то можешь посмотреть еще раз. И вместе со мной уже повторять. Если тебе хочется что-то написать, то обязательно подписывайся в Инстаграм. Ты можешь мне там комментировать и активно участвовать в конкурсах, которые я провожу каждый день. Сейчас же я это тоже дублирую в Инстаграм. Я стараюсь это делать одновременно. Надеюсь, у меня получится. Все, я подвел немножечко черным. И у меня немножко так все выделывалось. Более такой характерный рисунок получился. Отлично. Рыбакит мой не умеет рисовать. Папа мой не умеет рисовать. И вообще, давай когда-то ты сделаешь такое же видео. Давай, чтобы мой папа... Скажи, что вечером, чтобы мой папа Андрей... Моего папа зовут Андрей. Андрей, если твой папа зовут Андрей, не надо заставлять его рисовать. И не надо уметь рисовать. Нужно хотеть рисовать. Это разные вещи. Правильно? Я хочу рисовать. Ты хочешь рисовать. Если папа хочет рисовать, он обязательно научится. И у него что-то получится интересное. Сегодня рисунок закончен. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Подписывайтесь на YouTube. И, конечно же, приходите в Instagram. Пишите мне личные сообщения в комментах. Это мне будет интересно. И участвуйте в моих конкурсах. Сейчас я ставлю на паузу. И возвращаюсь через несколько минут. Что-то еще нарисую из домика. А может быть, что-то скрафчу. Пока.